Девил Мэй Край 3 Но программисты, партировавшие игру, хаотично разбросали управляющие кнопки по клавиатуре и запретили их переназначать GTR 2 значительно расширился набор игровых режимов, которые помимо автошколы, традиционных для жанра чемпионатов и тренировочных сессий Войдут 24-часовые гонки и гонки на время с машиной-призраком Несколько совершенно незнакомых киллеров решили сорвать куш и провернуть идеальное ограбление Никто не знает имен друг друга, у них есть только клички Знакомая история? Бешеные псы, теперь это еще и игра Привет, это программа ФАК, и я ее ведущий Борик Для тех, кто до сих пор не видел нашу программу, вкратце объясню о чем она Есть конкретная игра, вызывающая определенные вопросы Моя задача разобрать сапш по кирпичикам и дать ответы на поставленные вопросы Не будем терять время Выпуск на персоналках задорной самоубийственной игры Devil May Cry 3, Dentist Awakened Да еще и в специальной редакции ход со стороны самурайской компании Capcom довольно неожиданный Первые две части пролетели мимо PC легким ветерком Да и вообще эта серия относится к исконно консольно-аркадному жанру Понять, что третий Devil May Cry делает в наших PC-карах очень просто Сейчас происходит смена поколений игровых консолей Штука для издателей игр очень и очень неприятная Работать под старые платформы с их практически гарантированными многомиллионными тиражами Значит отстать от прогресса Творить что-нибудь на пресловутый Next Gen значит рисковать, причем очень серьезно Так почему бы под шумок не окучить соседнюю платформу? И игрокам радость, и у издателя в кармане позвякивает А главное, трудиться-то толком и не надо Подумаешь, перенести с PlayStation 2 на PC кусок программного кода Никакого греха, почти все разработчики иногда делают это Но есть и обратная сторона медали Все давно уже открыли отвратительную закономерность Если игру портируют японцы, то PC публика получает какой-то недоделанный И вообще почти непригодный для употребления продукт К сожалению, с Devil May Cry 3 приключилась именно такая история Надо быть очень большим поклонником кровавых мясорубок на мечах, пистолетах, дробовиках и разновсяческой магии, чтобы играть в творения криворуких умельцев из Capcom Требования к игре Процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 5 ГБ на жестком диске Оригинальная Devil May Cry 3 делалась в расчете на стандартный геймпад по имени DualShock 2 А там ни много ни мало 12 кнопок Два аналоговых стика и эргономика, признанная чуть ли не мировым эталоном Клавиатура, конечно, в чем-то даже лучше Кнопок больше раз в 10 и размер, опять же, взрослый Вот только программисты, портировавшие игру, хаотично разбросали управляющие кнопки по клавиатуре и запретили их переназначать Таким образом, остается либо сломать себе пальцы, либо найти USB-переходник для оригинального геймпада Тройка за геймплей, еще милость с нашей стороны Графика выглядит достаточно позорно Но такова судьба всех портов с дряхлой PlayStation 2 Дело не в том, что полигонов нынче насыпают раза в два больше А текстуры фильтруют по куда более современным технологиям Таким образом, игра не только неуправляемая, но еще и ужасно неприглядна Тройка за графику Звук в Devil May Cry, как и положено подобному экшену, это набор гитарных запилов Ляск мечей и жуткие крики разлетающихся на лоскуты врагов Меню игры, кроме того, что выглядит ужасно, так еще и озвучено кое-как Правда, обращаешь внимание на это в самую последнюю очередь 4 балла за звук Если забыть о том, что игра совершенно неуправляема То в принципе все довольно обычно Геймплей сводится к тому, чтобы убить всех здесь и пойти в следующую комнату Где снова убить всех Чем дальше в лес, тем больше доступны боевых стилей и оружие Тем сложнее и красивее становится комбо Подводя итоги, Devil May Cry 3 можно поставить тройку В целом же PC-версия Devil May Cry 3 представляет лишь чисто научный интерес Для тех, кому интересно, как оно все у консольщиков устроено К сожалению, после знакомства с этой игрой Впечатление может сложиться совершенно превратная Игра, которая на консолях блистала идеальным управлением Интересными драками и безумно красивыми многоэтажными комбами На PC превратилась в унылый, неуправляемый экшен с торчащими в стороны пикселями Надежды на то, что все починят патчами, конечно, еще остались Но обычно такие вот порты принято оставлять на произвол судьбы А для тех, кто все же отважится поиграть в Devil May Cry У меня есть пара интересных советов Вопрос Что такое Devil Triggerы? Этот параметр значится для каждого вида холодного оружия Зачем нужны и как с ними обращаться? Ответ Это одна из разновидностей сверхспособностей Выглядит это так Как будто ваш герой наелся озверина Чтобы воспользоваться этой способностью Сначала нужно заполнить специальную шкалу Для этого убиваем определенное количество врагов Естественно, чем круче противник, тем больше XP за него дадут Теперь о том, как лучше воспользоваться этой способностью Devil Trigger добавляет урон Регенерирует здоровье героя И для каждого вида оружия открывает дополнительные атаки и комбо-приемы Разработчикам из компании Ades Interactive крупно повезло В их шаловливых ручках оказалась очень интересная бумажка Обычная такая из себя бумажечка, но с очень важным содержанием Это самая настоящая лицензия на разработку игры по фильму известного режиссера Квентина Тарантино Reserver Dogs или Бешеные псы Несколько совершенно незнакомых киллеров решили сорвать куш и провернуть идеальное ограбление Никто не знает имен друг друга, у них есть только клички Мистер Красный, Мистер Коричневый и так далее Все должно было пройти гладко Но план не сработал Что-то пошло не так Друг за другом выжившие грабители возвращаются в место сбора Где они пытаются выяснить причину провала И восстановить хронологию событий А также определить, кто среди них предатель Бешеные псы — это оригинальная и напряженная история Сюжет игры тесно связан с фильмом А в начале и по завершении каждого уровня вас ждут анимированные сцены из фильма Причем они соответствуют оригиналу практически на 100% Рекомендуемые системные требования Процессор 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 64 МБ видео И 4 ГБ на жестком диске В плане геймплея особого интереса эта игра не представляет Играя за отдельно взятых участников ограбления Ваша задача — избавиться от копов любым способом И добраться до места встречи В вашем распоряжении несколько видов оружия Начиная с различных пистолетов и заканчивая штурмовой винтовкой Кстати, очень классная штука Немного добавляют разнообразие уровня, где нужно управлять автомобилем Правда, ничего, кроме движения вперед, без остановок вы сделать не сможете Съехать с трассы не получится, гоняться тоже особо не с кем Можно только везти машину и палить из пистолета, но толку от этого немного Геймплей мы оценили на 4 балла Завысить оценку помог сюжет оригинальных Бешеных Псов Ну, очень хороший, необычный фильм Одной из причин низкой оценки геймплея стала графика А причиной низкой графики стала мультиплатформенность игры В игре нет зрелищных моментов и вообще чего-то притягивающего взгляд Машины, оружие, здания и все остальное сделано просто и безвкусно Единственное, что здесь есть — это эффект замедления времени Но это уже обязательная составляющая подобных игр Так что за графику ставим 3 балла Хуже делать сейчас просто нельзя А вот звук может порадовать Особенно оригинальная музыка в стиле 70-х В лучших традициях Grand FIF Auto вы сможете переключать музыку в автомобиле Мелочь, а приятно Опять же, отвлекает от всех остальных недостатков И, конечно же, здесь очень интересно смотреть анимированные сцены из фильма Вот здесь актеры выложились на все 100% За звук мы ставим 5 баллов с натяжкой В общем, про игру можно сказать, что получилась она не очень Даже говорить об этом как-то грустно Все-таки внешний вид игры — это одна из главных составляющих успеха А геймплей и вовсе должен быть захватывающим И никак иначе Тогда ни на что не обращаешь внимания Как, например, с Ultima Online Поэтому, несмотря на хорошую озвучку, общая оценка игры — 3 балла Делать игру по такому фильму — дело ответственное К сожалению, игра не произвела того впечатления, которое ждешь от нее после просмотра фильма Возможно, причины связаны с недоработками Которые заключаются в том, что игра разрабатывалась для нескольких платформ Но, несмотря на все недостатки, прошел я ее с удовольствием И сейчас отвечу на ваши вопросы и поделюсь советами Из-за простоты и прямолинейности геймплея особых проблем возникнуть не должно Игра проходится за несколько часов Но пара советов у нас есть Во-первых, если вы не впадаете в экстаз от того, что у вас в руках заложник Забудьте про них вообще Это пустая трата времени Проще положить всех копов свинцом Во-вторых, если не хотите связываться с целой толпой полицейских и спецназовцев Постарайтесь быть внимательными И не позволяйте полицейским вызывать подкрепление А обычным гражданам включать сирену Для этого энергичнее нажимайте на виртуальный курок И последнее Сложных ситуаций в этой игре не бывает Если вам кажется, что вы попали в сложную ситуацию Просто будьте аккуратнее Пользуйтесь укрытиями и следите за тылами Даже замедление времени не понадобится За всю игру мы об этом даже не вспомнили Смотрите во второй части программы В GTR 2 значительно расширился набор игровых режимов Которые помимо автошколы, традиционных для жанра чемпионатов И тренировочных сессий Войдут 24-часовые гонки И гонки на время с машиной-призраком Тайна да Винчи Любите квесты? Тогда обязательно попробуйте разгадать тайну да Винчи Игра получилась очень интересной и захватывающей Игровой процесс приятный А загадки разгадывать интересно Смотрите во второй части программы Тайна да Винчи Любите квесты? Тогда обязательно попробуйте разгадать тайну да Винчи Игра получилась очень интересной и захватывающей Игровой процесс приятный А загадки разгадывать интересно GTR 2 значительно расширился набор игровых режимов Которые помимо автошколы, традиционных для жанра чемпионатов И тренировочных сессий Войдут 24-часовые гонки И гонки на время с машиной-призраком Некоторое время назад появился бестселлер Дэна Брауна Кот да Винчи Оценив успех книги Кое-кто вовремя спохватился И взялся за съемку фильма по ней Одновременно к выходу фильма Запланировали выпуск компьютерной игры Недавно мы рассказывали об этой Ладно, не будем о грустном И уже тогда мы знали Что обязательно покажем еще одну Для сравнения Тайна да Винчи Смотрите, не пожалеете Надеюсь, все знают, что Леонардо да Винчи был итальянцем Но несколько лет перед смертью он провел во Франции Поместье Клу Именно там его и похоронили История, которая описывается в игре Тайна да Винчи Происходит через три года после смерти великого изобретателя И просто хорошего человека самого Лео Нам предлагают сыграть за молодого человека по имени Вальдо Который был учеником Франческо Мельци Который, в свою очередь, был самым любимым учеником Леонардо да Винчи И именно этому у Франческо Мельци Обламываются рукописи великого человека И просто изобретателя Уже хорошо известного нам Лео Однажды Франческо и Вальдо сильно повздорили В итоге Вальдо, наш главный герой Решил навсегда покинуть своего учителя Решение было необратимым Но его обратная сторона Это полное отсутствие работы и денег Поэтому, когда некий незнакомец Обратился к Вальдо с предложением найти за некую сумму для него Тайную рукопись да Винчи Вальдо с радостью соглашается Попасть в поместье Клу Мечта всей его сознательной жизни Рекомендуемые системные требования даже на слух приятны Процессор 1 ГГц 256 МБ оперативной памяти 64 МБ видео И 1,5 ГБ на жестком диске Выполнять задания одного дня вы можете в любом порядке Но об этом вы узнаете, если решитесь пройти игру еще раз И вообще, здесь бывает несколько решений для одной и той же задачи Что очень упрощает игровой процесс Поскольку великий Лео был человеком с широким кругом интересов То и вам придется решать задачи, связанные с разными науками И угадывать принцип действия его изобретений В итоге вы проживете, так сказать, 3 игровых дня И выполните несколько десятков заданий Связанных с творчеством простого по натуре Но очень гениального изобретателя Геймплей мы оценили на 5 баллов Диву даешься, как этот мудрейший человек мог все это придумать Про графику в этой игре много не скажешь Это ведь не 3D экшен и нет сложной анимации персонажей При этом само поместье пририсовано очень тщательно Его внешний вид полностью соответствует оригиналу За исключением некоторой мебели Которая была добавлена разработчиками Все это смотрится очень гармонично и претензий нет Графика здесь не так важна Главное, чтобы не было недостатков Поэтому графику мы оцениваем на 5 баллов Особенно красиво и даже таинственно Выглядят видео вставки самим Леонардо Звук в игре также удачно вписывается в общую атмосферу Ничего лишнего и все в тему Все действия озвучены просто, но при этом без недочетов Вы даже сможете поиграть на лире И послушать красивый голос хозяйки дома За звук ставим 5 баллов Для квеста это хорошая озвучка и ничего больше не нужно Игра Тайна Довинчи получилась совершенно не похожа на Код Довинчи Сделанный по книге Дэна Брауна Здесь своя история, которая выглядит более правдоподобной И предусмотрена целых три разных окончания игры Так что в общем мы оцениваем этот квест на 5 баллов Игра получилась очень интересной и захватывающей Особенно после игры Код Довинчи Игровой процесс приятный, загадки разгадывать интересно Внешний вид хоть и не шикарный, но приемлемый Скажу так, любите квесты? Тогда обязательно попробуйте разгадать Тайну Довинчи Но перед этим обязательно посмотрите мои советы и ответы на ваши вопросы Как и в любом квесте, в этой игре может возникнуть много вопросов Одна из главных особенностей, от которой может зависеть возможность выполнения задания Это две шкалы в левом верхнем углу инвентаря Один столбец — это ваши добрые деяния Другой — дурные Если вы не хамили своим собеседником и не подливали снотворное в чай То вы не сможете воровать и обманывать И наоборот Конечно, здесь есть много различных задач, которые могут оказаться трудными для начинающих геймеров Но в основном все достаточно просто и логично И если вы внимательно смотрели наш сюжет Тогда вы наверняка увидели решение некоторых задач Если локомотив реализма от студии Simbin не сбавит своей скорости То через пару-тройку релизов играть в симуляторы этой компании смогут лишь профессиональные автогонщики Конечно, шутка, но известно, что в каждой шутке есть доля шутки В подтверждении этой заезженной аксиомы Simbin выпустила GTR 2 Продолжение и развитие самого реалистичного автосимулятора за всю историю жанра Начнем, пожалуй, с самого важного Разработчики наконец-то соизволили сжалиться над малоопытными виртуальными пилотами И решили добавить сиквел не просто Tutorial, а самую настоящую автошколу С которой начинается режим карьеры Под руководством опытного инструктора игрокам предстоит пройти Четыре десятка различных уроков соревнований Начиная с азов разгона и торможения И заканчивая нюансами обгона и прохождения сложных поворотов Так, для обучения пилотов теперь будет использоваться Система световыми маркерами на асфальте Синие участки разгон, белый крейсерский режим Красные, пора начинать торможение К слову, количественные изменения не могут не радовать Теперь в игре будет представлено 144 болида и 19 официально лицензированных трасс Релиз состоялся 14 сентября Локализацией в России занимается компания «Новый диск» GTR 2 поддерживает игру как через интернет, так и по локальной сети Системные требования Процессор с частотой 2,5 ГГц Гигабайт оперативной памяти и 128 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 2,2 ГБ GTR 2 В GTR 2 значительно расширился набор игровых режимов Которые помимо автошколы традиционных для жанра чемпионатов и тренировочных сессий Войдут 24-часовые гонки и гонки на время с машиной-призраком Намного более гибкими стали настройки сложности Кроме трех базовых уровней «Новичок», «Полупрофессионал» и «Симулятор» Можно подробно настраивать и отдельные шестеренки этого симуляторного монстра Таким образом, геймплей GTR 2 заслуженно получил твердую пятерку Но сильнее всего заметны перемены в графическом движке Декорации в виде зрителей и прочего мусора за пределами трека Правда, выглядят так же, как и раньше Но вот модели машин — это просто нечто Болезы теперь не только вылезаны до плеска Но и слегка состарены, чтобы убрать лишний лоск И сделать их практически неотличимыми от оригиналов Поставить GTR 2 за графику меньше пяти баллов просто невозможно Рев моторов и переливающийся шум трибун Сопение амортизаторов и эффектные челчки переключения передач Все это заставляет забыть о существовании какой-либо реальности, кроме игровой У каждого болида есть свой собственный неповторимый голос Который удивительным образом меняется в зависимости от выбранной резины Передаточного числа и других параметров настройки На определенной стадии вы даже перестанете пользоваться зеркалами заднего вида Звуковое оформление настолько реалистично, что ориентироваться можно буквально на слух Очередная пятерка в копилке GTR 2 Подводя итоги, нельзя не сказать об улучшенном искусственном интеллекте К примеру, в начале гонки компьютер, как и игрок, еще не знает точной стратегии прохождения трека И приспосабливается только после определенного количества кругов Сложив все достоинства и минимум недостатков второго GTR 2 Мы с полной уверенностью ставим игре пятерку Похоже, что дуэт Simbin Tentacle всерьез замахнулся на лидерство в области автосимов За последний год GTR 2 это одна из самых достоверных, глубоких и красивых игр Главное не перегнуть палку Игра должна быть доступна не только для профессионалов, но и для простых смертных Именно для вас мы подготовили несколько советов по управлению виртуальным болидом Первый Купите, наконец, руль и педали Без них в GTR 2 делать нечего Вопрос Зачем нужен какой-то дифференциал в тюнинге? И как эта настройка влияет на скорость, ускорение и изменение оборотов двигателя? Ответ С более высокими оборотами можно разгоняться до большей скорости в пределах одной передачи Но при этом проявляется повышенный износ двигателя и, возможно, перегрев при недостаточной вентиляции Дифференциал влияет на управляемость в поворотах Рекомендуем попробовать разные степени блокировки и выбрать оптимальные для себя настройки Вопрос Как понимать настройку GeForce Simulation? Ответ Чем больше этот параметр, тем больше водителя в кабине при наборе скорости вжимает в кресло Своего рода визуальный эффект Кроме того, это влияет на крен камеры в поворотах На сегодня это все Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faqsobakamoodsdefestv.ru И я обязательно отвечу До скорого! Играйте и выигрывайте! С вами был Борик Пока!